Нешуточные страстики пят в эти дни в Пружанах в Итоке продолжают радовать гостей и жителей. Сегодня во второй день четвертого сезона фестиваля прошла торжественная церемония открытия 20-го юбилейного форума, а местные объекты получили фантастический подарок от Национального Олимпийского комитета. О сюрпризе и о других подробностях расскажет Александр Якубовский. Пружаны, встречайте в Итоке! Четвертый сезон культурно-спортивного фестиваля в Итоке открыли сегодня на городском стадионе «Муховец». Мы решили в Брестской области провести, потому что это первый регион. А во-вторых, посмотрите, сколько у вас культурных ценностей, сколько исторических. Ну и, естественно, спортивные результаты. Вот мы сегодня до обеда поездили, посетили обыкновенные детские и юношко-спортивные школы. А сколько там идет передач высшее звено и сколько там чемпионов? В небольшом городе 18 тысяч человек. Поэтому это вот одно из таких... Плюс посмотрите, какая хорошая площадка здесь, какая хорошая атмосфера, какие хорошие люди. Вот все вместе сложилось и получилось. А насыщенная программа «Пятницы» на В Итоках началась еще до полудня. Большая делегация во главе с руководителем НОК Виктором Александровичем Лукашенко в компании с министром спорта Сергеем Квальчуком, а также руководством области отправилась на обзор спортивных объектов города. Детско-юношеская спортивная школа, водный и ледовый дворцы посетила делегация. Учреждения получили сертификаты на 10 тысяч рублей от Министерства спорта. Сейчас хотелось бы обновить тренажеры. Я думаю, что это первое, куда пойдут эти деньги. У вас уже есть звездочки, ребята на вторых играх стран СНГ. Вот мы видели плакаты, хорошо себя приедут. В 2023 году на вторых играх стран СНГ выступали два наших спортсмена. Причем два добились отличных результатов, я считаю. А в 15 часов на стадионе «Муховец» всех желающих ждал спортивно-исторический квест. 15 команд, около сотни участников. Многие специально приехали из других городов с Синеокой. Мы приехали с Новополоцка. Это Софийский собор рядом возле нас находится, Витебская область. Мы хотим попробовать свои силы, узнать о Пружанах больше. Мы тут в первый раз. Хотим поучаствовать, да, и получить эмоции, и подарить вам их тоже. Такой город очень яркий, красивый. Хочется сюда еще раз приехать. Погулять тут просто. Об изюминке мероприятия, говорится, большая заинтересованность жителей Пружан пройти такой квест. Опять же, понятно, что они будут не знакомиться со своим городом. Узнавать его немножко с другой стороны. Сам квест состоит из семи локаций. На каждой локации у нас предусмотрено задание для участников. Задание спортивной направленности, задание образовательной направленности. Они должны знать историю олимпийского движения, должны знать своих белорусских спортсменов. И физически быть готовыми выполнять определенные задания. Команда, прошедшая быстрее всех квест, она получает суперприз. Поэтому соревновательный момент и задание достойны суперприза. Но вернемся к церемонии открытия не только нового сезона фестиваля, но и скейт-парка возле арены «Муховец». Новый спорт-объект сразу опробовали многократные чемпионы России и участники Олимпиады в Токио. Александр Гусев, Егор Кальдиков и Александр Тимонина. А также лучшие представители роллер-спорта Белоруссии. Я сам из маленького города в Сибири, Новокузнецк. И у меня вот только совсем недавно что-то построили. Я чистил снег, катался на улице. Мы делали фигуры себе сами. И то, что власти и государство поддерживают, это очень правильно. Ну, потому что, смотрите, детям больше не интересно пребывать на детских площадках. Им не нужны горки, какие-то там кольца. Они хотят делать трюки, крутить что-то там, кататься на колесах, на скейтбордах и так далее. Поэтому важно строить таких, их должен быть, он не один в городе должен быть, должно быть пять. Потому что это сейчас будет так, здесь настолько будет кучно, что нужно создавать детям новые и разные, очень разные площадки нужно делать. И уже завтра масштабное событие в пружанах завершится в 11 часов. Старт спортивного квиза, а далее полюбившийся многим олимпийский квест. Он привлечет 26 видов спорта. Все площадки организаторы подготовили заранее и ценные призы тоже. Далее с 17 до 19 выступлений кавер-бендов. В 20 часов концерт с участием звезд белорусской эстрады. И в 23.00 дискотека и пиротехническое шоу. Александр Якубовский, Алексей Петров и Сергей Корнеев. Агентство теленовостей. Субтитры создавал DimaTorzok